Знаете, за что Зою я всегда буду хвалить? За то, что они выпускали по сути одну модель мышки в разных размерах. Это не дешево, но вполне оправдано. Руки у нас у всех разные, и угодить одним размером корпуса всем невозможно. И этот тренд, на мое удивление, подхватывают и другие бренды. Glorious со своей O и D- первыми приходят на ум. Появился и Skull Mini. Razer решили тоже не отставать и тоже выпустили что-то с приставкой Mini. А почему Viper Mini это не просто уменьшенная копия обычного Viper, я сейчас и расскажу. Но сначала достану мышку из коробки. Коробка, кстати, оформлена в фирменной стилистике Razer и особо ничем на фоне другой продукции компании не выделяется. Внутри тоже все привычно. Мышь, пара наклеек и немного макулатуры. Сама мышь, по крайней мере на вид, действительно очень похожа на уменьшенную копию обычного Viper. Те же линии корпуса, такие же большие панели кнопок, которые наплывают на бока. В принципе, такой же логотип на спинке. Подсветка классная. И лого, и область дна подсвечены великолепно. Диоды яркие и выдают насыщенные цвета. Взяв Viper Mini в руку, первое, что понимаешь, что Viper Mini действительно это по форме уменьшенная копия обычного Viper. Ну то есть в этот раз можно сказать, что Mini это вариация на тему FK2, в то время как обычный Viper это почти FK1. Поэтому и выводы по форме у меня будут такими же. Если вам по душе FK2, то и Viper Mini вам зайдет. Mini, конечно, немного выше FK и горб немного сильнее смещен назад, но вот по концепции мышки очень близки. С моей ладонью в 19,5 см в длину мне Viper Mini мелковато. Впрочем, если вы играете не когтем, как я, а скажем пальцами, то Mini совсем неплохой вариант. Но все-таки, на мой взгляд, Mini скорее для людей с не очень большой рукой. Для школьников или подростков. Или для девушек, которым не очень удобно в руках держать полноразмерные мышки. Качеству сборки и прочности корпуса у меня вопросов нет. Ну, совсем нет. Мышка собрана идеально, и несмотря на маленький вес, корпус очень прочный и бока не продавливаются. С покрытием получилась интересная тема. В версии Mini резиновые бока оригинала были заменены на текстурированный матовый пластик. Безусловно, это была мера удешевления продукта. Но лично, на мой взгляд, от этого мышь только выиграла. Слегка шершавые бока моим пальцам нравятся куда больше того, что в старшей модели. Верхняя же часть корпуса осталась неизменной. Просто очередная вариация матового пластика с текстурой. Покрытие в итоге и не марка, и цепка, и стойка к их взносу. Основные кнопки у Razer Viper Mini, как и у старшей модели, отделены от корпуса, в отдельной панели с заметными углублениями под пальцы. Клик средней тяжести. Практически нет при и пост тревела. Тактильно мне клики в Viper Mini понравились гораздо больше, чем у обычного вайпера. Но все равно, амроны на 10 или 20 миллионов более четкие и яркие. А про Хуана или KLGM Red я вообще молчу. Но поймите меня правильно. Клики не трэш, и привыкнуть к ним можно изи. Но хотелось бы все-таки какую-то более яркую, скорострельную пружину свече. С быстродействием ожидаемо проблем нет, но есть мышки и без оптических свечей, которые кликают быстрее. Теперь поговорим про боковые кнопки. При уменьшении размера потерялись две боковые кнопки справа. С одной стороны это хорошо, так как они гарантированно не будут мешаться. С другой стороны это на две кнопки меньше, чем в обычном вайпер. И левшие, я думаю, как бы не в восторге от этого решения. В остальном боковые кнопки хороши. В мини они выпирают чуть сильнее, чем в обычном вайпере, и нащупать их из-за этого куда проще. Дифференцироваться они между собой по-прежнему не очень здорово. Но в игре, откровенно говоря, я ни разу их не путал между собой. Клик нормальный, немного ленивый, с щепоткой при и посттревела, но жить можно. Так что в целом, думаю, большинству боковой кнопки должны понравиться. А вот клецо примерно такое же, как на обычном вайпере. Подгонка в корпусе отличная, шаги чувствуются хорошо и фиксируются надежно. А скролл тихий. Да и клик пусть на звук не очень породистый, зато тактильно весьма приятный. Клецо полое, что делает его еще и супер легким. Впрочем, такое решение было на обычном вайпере и на Logitech G Pro Wireless. За клецом нашла себе место единственная кнопка смены DPI. Напомню, у обычного вайпера кнопка была на дне, что делало ее бесполезной. Тут же кнопка легко досягаемая, что повышает ее пользу. Клик неплохой, хотя опять же, как и у кулеса, чувствуется, что свитч не самый породистый. Перевернув мышь вверхном, я обнаружил крайне любопытное инженерное решение. Я, конечно, все понимаю, но почему вместо ножки вокруг сенсора у нас теперь просто пластиковый выступ? Это кто такой гениальный это придумал? Я понимаю, что экономили на всем, но это, товарищи, просто охренеть какой перебор. Но если забыть про это недоразумение, то сами ножки неплохие. Они и скользят неплохо, и края у них скруглены, да и на ощупь материал приятный. Про вес вайпер мини я не буду говорить, а смысл. Сами видите, что показывают весы. Это очень легкая мышь, причем сот в корпусе нет, и при этом корпус при сжатии совсем не хрустит. Весовый баланс, кстати, нейтральный. Кабель у вайпер мини ровно такой же, как и на обычном вайпере. То есть это паракордоподобное решение, которое отлично гнется, превосходно скользит по коврикам, и на ощупь ощущается весьма премиальным продуктом. В плане сенсора в мини произошел самый основной даунгрейд. Единственный косяк этого сенсора заключается в том, что высота отрыва реально высокая. Где-то два диска на черном тканевом коврике. И этот момент действительно многих может отвугнуть от покупки этого грызуна. Если же вас лот не тревожит, то 3359 порадует вас хорошим трекингом на широком диапазоне DPI, отсутствием угловой привязки и сглаживания, и высокой скорости трекинга. Сорвать я его не смог, хотя очень и очень старался. Реальные значения DPI, как обычно, не совпадают с тем, что заявлено, а частота опроса регулируется в софте в привычном диапазоне от 125 до 1000 Гц. Про софт сказать чего-то нового сложно. Это хорошо знакомый всем Razer Synapse, который выглядит неплохо, периодически подглюкивает, но в целом им можно спокойно настроить все аспекты мышки. Из эдакого отмечу аналог EC-Shift и систему калибровки сенсора под поверхность. Правда, что она делает и делает ли она вообще что-то, сложно сказать. Я никаких изменений не почувствовал. И вот пора подводить итоги. На мой взгляд Viper Mini называется не совсем корректно. Это не обычный Viper, который слегка ужали. Это немного другая мышь, которая позаимствовала у Viper ряд ключевых аспектов. Поэтому я считаю, что Viper Mini это скорее Viper Lite. Но с другой стороны, никто не хочет пользоваться чем-то с приставкой Lite. Ведь каждый раз ты будешь понимать, что ты мог бы купить основной продукт, но тебе не хватило денег или ты пожадничал, и вот у тебя Lite версия того продукта. Ну и называть Viper Mini просто Mini тоже нельзя. Ведь складывается ощущение, что это то же самое, что Viper, только меньше. А это не так. Но если забыть про нейминг и посмотреть на мышь как бы в вакууме, то вот что я могу сказать. Viper Mini это отличный грызун для людей с небольшими ладонями. И как ни странно, экономия Razer, на мой взгляд, в правильных местах. Например, более простой сенсор вполне хорош. Да лот высоковат, но я думаю, каждый при желании сможет привыкнуть к такой особенности. Отсутствие боковых кнопок на правом борту, я думаю, мало кто заметит. Конечно, полнейший идиотизм это замена ножки вокруг сенсора на пластиковую выштамповку. И пожалуй для меня это главный минус этой мышки. Основные клики более приятные и тактильные, чем на обычном Viper. Кабель и колесо отличный, вес маленький, а посветка яркая и красивая. Да, форма мне не очень зашла, но это субъективно. Если бы я купил Viper Mini и у меня не было бы выбора другой формы, то я более чем уверен, что я смог бы к ней привыкнуть и вполне комфортно играть. В общем у Razer получился достойный продукт, который однозначно стоит вашего внимания, если вы ищете что-то симметричное и небольшое. А если вам Razer не очень, то загляните к моим друзьям из магазина Clifroom. У них там много интересного на разные бюджеты и от самых разных брендов. Ссылочку на магазин для вашего удобства я оставил в описании к этому видео. Ну и пожалуй на этом мне пришло время закругляться. Сегодня вновь у микрофона был я тушал, подписывайтесь на канал и жмакайте колокольчик.